наконец-то лифт сделали дома ходить это у нас сначала один сломался повтор потом 2 с утра хотела магазин сходить за хлебом либо словами пошла никуда участок собралась хочу магазин сходить хлебушка купить в гексе хоть ближайший парку же не успею полдня в квартире убиралась все поджал на магазин сходила магазин набрала продукта сейчас покажу что купила 2 лифт тоже заработала магазина иду только душ принимала перед тем как выйти дома я жил уборку делал в квартире вся вспотела нож приняла пошла в магазин сейчас опять сам украина теперь же не знаю буду вечером еще раз не всем добрый вечер время уже 6 так 13 августа завтра 14 завтра работаю так весь день лифт не работал наконец-то заработал лифт и я сходила магазин дикси за продуктами так вот купила бананов тут штук шесть такие неперезрелые нормальные яблок килограмм по 2 помидоры розовые по-моему азербайджанские огурцы только такие других не было десяток яиц икру купила других рыб тут не знаю чья икра какая может моего может еще какая у нас с лососем с копченым лососем ну еще там что добавляет не знаю майонез или что вот такое вот рафинированная дезодорированное рафинированное масло купила для жарки по скидке не помню сколько стоит чек не взяла так сметана 15 процентов майонез тела на перепели нах яйцах не сильно жирный йогурт теперь буду питьевой брать взяла пока один но там такой же однопроцентный кстати там еще такой же был клубничный можно было два взять я что-то подумала что нести будет тяжело в следующий раз возьму может завтра зайду после работы сыр билибейский купила купеческий адыгейский сыр купила с одной стороны пишут что он полезный такой мягкий сыр а другой стороны он быстро портится и там очень быстро бактерии размножаются можно каких-нибудь бактерий не очень полезных нахвататься с другой стороны он полезен вот не знаю взяла так здесь у меня три пирожка с капустой дарминский хлеб черный и две венгерки с воровом ватрушки все вот за все за это я отдала помидоры огурцы яблоки бананы вот за все за это хлеб я кстати другом ларке покупала за все вместе я отдала 2000 еще рублей 30 копейками 35 почему 2000 потратила ну хоть продуктов купила теперь теперь не будет пустой холодильник я просто не ходила дня три магазин что там пишут опять что у меня шаром покатить холодильнике но правильно если человек не ходил магазин три дня конечно все подъели под ноль почти напишут же последний хрен солью доедает да мне просто магазин некогда три дня из дома не выходи сейчас сегодня вышло наконец-то пока так покидаю потом разложу есть особо заморачиваться все такие умные прям куда не плюнь все знают опытные все хозяйки прям суперские хоть на видео снимаю снимаю в кино показывает вовны и все как в как утки куда деваться одна я такая бестолковая ничего не умею ничего не знаю чем я без вас делала вообще помилов наверное голоду еще напишите что я живу за счет ваших просмотров это вообще ничего не платят последний раньше хоть какие-то копейки капали последние два года вообще ничего закрыта монетизация причем сам youtube что-то получается моих видео они монетизацию не закрыли но оплату по россии то есть у меня подключена к сбербанку они на сбербанк ну короче не оплачивают не перечисляют деньги там ничего во первых не оплачивают то что там зависло они перечисляют у меня там долларов 100 зависло так или остались я не знаю как получить был какой-то банк которому можно было подключиться и снять но это было мне не выгодно а сейчас по-моему вообще не осталось ни одного банка который не под санкциями ну хрен с ними сто долларов от сколько десять тысяч рублей когда-нибудь сниму наступит лучшие времена сниму не наступит ничего страшного переживу я потерю десятки может придумаю как снять оттуда пока не хочу заморачиваться опять рекламу набрала дикси даже везла думала может отдам кому чёрт рекламу дали мясницкий ряд а сейчас пост две недели мне это не надо пока 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 не надо потому что ближайший день деле собираюсь мясо покупать печенку иногда едим потому что они меня надо железо было в организме не только яблоки печенка тоже полезно так все слава богу хоть продуктами затарилась ходила в одной футболочки на улице плюс 20 пока еще не холодно мне кажется с утра было холоднее шел дождь сейчас еще нормально ну что сколько там время по 7 я думаю сейчас пол девятого уже темнеет мы с работы выходим когда 9 около 9 уже темно а пока сюда доезжаешь вот домой до планерной тут ехать 40 минут через 40 минут из метро выходишь уже вообще темно как зимой зимой хоть снег а сейчас черное все хорошо что еще дождя нет более-менее сухо так ну что я даже с утра забыла что я планировала в квартире сегодня убраться слава богу уборку сделала полотенце постирала чисто и повесила магазин сходила принципе ничего больше не планировала на сегодня завтра пойду на работу так денежки улетают со скоростью звука слава богу после завтра вроде аванс должен прийти пятнадцатого там мало но хватит до получки на продукты хватит раз четыре сходить может пять на две недели хватит нормально я больше семи тысяч восьми на на не трачу на продукты в неделю но я понимаю конечно у некоторых пенсионера на 8 тысяч месяц живут но если не считать коммуналку но это сложновато я пока такому не привыкла пока пока более-менее как-то хватает на все в таком возрасте действительно вот почитаешь всякую там литературу в интернете многие там пишут что действительно в таком возрасте уже мясо надо поменьше есть особенно есть какие-то проблем со здоровьем и полностью исключать не надо но вот перейти на диетическое мясо вот жирная свинина свинина баранину по вообще нежелательно особенно свинину все вот эти колбасы копчености тоже нельзя говядину можно иногда но это тяжелая еда а вот такое диетическое мясо там индейка кролик курица вот такое можно но не каждый день нежелательно каждый день мы вообще то решили что будем теперь больше то есть будем стараться больше рыбы есть а мясо там ну раза два в неделю там не по выходным например а среди недели будем рыбу есть хочется иногда ну все это все это вредно салка лишь полезный продукт особенно зимой когда вот эти проступные всякие явления зимой сало полезно есть тоже опять же немного ну жиры же не только соли вот все все хорошо меру короче жире тоже нужны и полезно и ну все хорошо меру орешки полезно есть у меня целый бутылка стоит оливковое масло мы теперь салаты едим с оливковым маслом не со сметаной сметану сейчас вообще мало я вообще теперь стала меньше покупать сметана одной баночки там неделю почти хватает коту даю по утрам по ложечке но себе там иногда это стараюсь поменьше все ребятки все эти дела переделала пойду отдыхать всем пока надо отдохнуть завтра рабочий день ну хоть и короткий но работа есть работа надо прийти отдохнувший выспавшись с утра под душ сразу вот ну я моюсь по-разному иногда сразу под душ а иногда просто у нас в душ плохо у нас работает вот когда голову под краном моешь вода лучше льется просто из-под крана когда переключаешься на душ плохо льется поэтому я сначала мой голову под краном заматываю с полотенцем а потом уже под душем моюсь душ конечно плохо у нас льется наверное пора менять вот эту саму как называется лейку в общем ладно ребятки пойду я отдыхать я устала всем пока